Уважаемые товарищи, возобновляем работу Российского Комитета Рабочих. Что у нас сегодня? Предстоит принять три постановления. Значит, по первому постановлению в редакционную комиссию поправок не поступало. Ну и, мое мнение, сложно что-то здесь добавить или что-то вычеркнуть, потому что очень лаконично составлено, и причем достаточно понятно написано, о чем идет речь. Здесь. И хотелось бы призвать, чтобы просто это уже к действию переходило. Но для того, чтобы это переходило, нам нужно данный проект постановления принять в целом. Постановление Российского Комитета Рабочих «Борьба за сокращение рабочего дня до 6 часов для увеличения продолжительности жизни работников». Российский Комитет Рабочих отмечает, что в современной капиталистической России растет общая трудовая нагрузка за счет увеличения продолжительности рабочих смен, сверхурочных работ, внутреннего и внешнего совместительства, сокращения оплачиваемых отпусков и повышения пенсионного возраста. Условия труда улучшаются только на бумаге по результатам, оплаченной нанимателем СОУД. При этом работники лишаются положенных им компенсаций. Занижение заработной платы в 5 и более раз по сравнению со стоимостью рабочей силы ведет к ее истощению под угрозой жизни и здоровья работников. Необходимость снижения разрушительной трудовой нагрузки и уменьшения воздействия вредных условий труда на работника диктует необходимость борьбы за сокращение рабочего дня до 6 часов без понижения заработной платы. Развитие России невозможно без развития ее главной производительной силы – рабочего человека. Развитие работников требует сокращения рабочего времени и увеличения свободного времени, используемого для профсоюзной борьбы, учебы, повышения квалификации, занятий физкультурой и спортом, разумных увлечений. На сегодняшний день основным инструментом продвижения 6-часового рабочего дня является коллективный договор. Работа над созданием, заключением, выполнением которого формирует у работников осознание необходимости коллективных действий. При проведении коллективных действий в ходе заключения коллективного договора Российский комитет рабочих рекомендует использовать бессрочную забастовку в форме частичного прекращения работы ежедневно на 1-2 часа. Развитие такой практики открывает путь к законодательному закреплению 6-часового рабочего дня с повышением реального содержания заработной платы. Нижний Новгород, 17 марта 2019 года. Уважаемые товарищи, чтобы данный проект постановления принять в целом, прошу голосовать. Создание постановления Российского комитета рабочих по созданию первичных профсоюзных организаций. У меня правочка такая в третий абзац, но она несущественная. Слово «надо» я предлагаю заменить на слово «необходимо». Как-то «надо», «не надо». Ух и режет. Значит, следующим образом хотелось бы, чтобы звучал абзац. Необходимо, чтобы молодая первичная профсоюзная профорганизация сразу сплотилась вокруг своей основной задачи. Ну и далее по тексту. У меня надо. Сделать в третий. Важно, неспольно было, важно. Не надо. Чего надо? Ну, у меня в тексте надо. Важно, а может быть лучше необходимо. Ну, в общем, так как у меня такая редакция, я предложил слово «необходимо». Необходимо лучше. Да. Кто за предложенную правку, прошу голосовать. против воздержавшихся. Значит, больше правок по данному проекту не поступало. Значит, зачитываю еще раз. Постановление Российского комитета рабочих о создании первичных профсоюзных организаций. Российский комитет рабочих констатирует, что на предприятиях, на которых отсутствует представительный орган работников, права работников не гарантированы, а их интересы не защищены. Лишенные организации разрозненные работники бессильны перед произволом работодателя. Коллективный договор, главное на сегодняшний день оружие работников в борьбе за свои интересы, может быть заключен только с представителем работников, уполномоченным конференцией или собранием работников или первичной профсоюзной организацией, в которой состоит более половины работников. Участвовать в комиссии по СОУД со стороны работников могут только члены их представительного органа. Поэтому создание первичных профсоюзных организаций на тех предприятиях, на которых они еще не созданы, является безотлагательным. Необходимо, чтобы молодая первичная профсоюзная профорганизация сразу сплотилась вокруг своей основной задачи заключения коллективного договора на выгодных для работника условиях, то есть предусматривающих повышение уровня реального содержания заработной платы, сокращение рабочего дня, улучшение условий труда, обеспечение занятости. Проект коллективного договора, разработанный инициативной группой работников, побудит коллектив к созданию профсоюза, будет способствовать вступлению в профсоюз новых членов. При создании первичной профсоюзной организации Российский комитет рабочих рекомендует руководствоваться программой профсоюзов России «Задачи коллективных действий», размещенной на сайте Фонда Рабочей Академии, вступать в Федерацию профсоюзов России, принимать передовой опыт боевых профсоюзов докеров и авиадиспетчеров, ориентироваться на лучшие образцы коллективных договоров, АО «Первый контейнерный терминал» и другие. Также 17 марта 2019 года Нижний Новгород. Кто за то, уважаемые товарищи, что данный проект постановления принят в целом? За, против, воздержавшихся, единогласных. Все гладко, как идет мясо. Третий вопрос. О борьбе профсоюзов за обеспечение занятости. Здесь тоже никаких правок в редакционную комиссию не поступало. Значит, зачитаю еще раз. Постановление Российского комитета рабочих о борьбе профсоюзов за обеспечение занятости. Российский комитет рабочих отмечает, что уменьшение занятости и рост безработицы – это главным образом результат использования научно-технического прогресса при капитализме не для сокращения рабочего дня и увеличения заработной платы работников при обеспечении полной занятости, а для увеличения прибыли при ухудшении положения работников и понижении численности занятых. В России к этой основной причине роста безработицы добавляются свертывания производства из-за вывода капиталистами денежных средств за рубеж вместо их использования для развития предприятий. Для успешной борьбы за обеспечение занятости Российский комитет рабочих рекомендует профсоюзам 1. Добиваться сокращения рабочего дня до 6 часов без понижения зарплаты, что требует найма дополнительных работников. 2. Исключать применение сверхурочной работы как ведущей конкуренции между работниками за рабочие места. 3. Не допускать подмены бессрочных трудовых контрактов контрактами, заключенными на определенный срок. 4. При замене старых рабочих мест новыми, более эффективными осуществлять сокращение рабочего времени в сочетании с повышением квалификации и профессиональной переподготовкой работников. 5. Бороться за сохранение и развитие трудовых коллективов против их дробления и применения заемного труда. 6. Активно использовать возможность коллективных договоров для обеспечения занятости. 7. Участвовать в разработке и реализации программ повышения производительности труда и поддержки занятости. 8. Координировать борьбу за обеспечение занятости в общероссийском масштабе, руководствуясь профсоюзной программой задачи коллективных действий, принятой Федерацией профсоюзов России. 9. Чем выше роль работников, организованных в профсоюзе, в управлении экономикой, тем надежнее гарантия занятости работников. 10. Также 17 марта. Нижний Новгород. 10. За то, что данный проект постановления принять в целом, прошу голосовать за, против, воздержавшихся, принятой единогласно. 10. Предлагается каждому члену с решающим голосом выйти к трибуне, рассказать свои впечатления о нашем семинаре. Особенно я предлагаю тем, кто первый раз сегодня участвует в нашем семинаре рабочего движения, высказаться, может какие-то пожелания оставить, свои впечатления рассказать, поделиться. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищ Лютов Юрий Борисович, с вами группа СССР, Горбинград. Сегодня я второй раз уже на конференции, народу стало больше, наше движение растет, это радует. Мне рабочие поручили узнать у научных консультантов, как обстоит дело с докладами в инстанции по поводу несправедливости на работе. Я это узнал, рабочим обязательно передам. Это практически все, желаю всем удачи, всем спасибо, отличная конференция, я приеду через год. Так, а что вы узнали-то? Чтобы обращаться, что есть смысл. Вячеслав Борзецкий, город Самара. Так, ну, в общем, РКР мне понравилось. Хотел выразить благодарность, и не только рабочим, но интеллигенции за то, что бескорыстно помогают рабочему классу. Ну, также мне понравилось, что, несмотря на то, что мы, как бы, из разных партий, все здесь действуем заодно, и, мне кажется, РКР можно использовать для объединения левых сил. Всем еще раз спасибо, все было отлично. Спасибо. Осташенко Антон, взрывнику «Северное золото». Впервые я на РКР. Для себя я его воспринял как руководство к действию. Здесь я воочию убедился в том, что рабочая партия России и Российский комитет, они именно заняты действием, положительным действием, которое приведет и приведет к результату. Ну, у меня, в принципе, все. Спасибо. Хабиров Рустей Минатович, Республика Патарстан, город Льдоногорск. Паут от нефти. Я впервые приехал на РКР. Действительно, очень такое хорошее мероприятие и очень насыщенный день вчера был, очень познавательный, очень много я для себя узнал. Узнал также, что у рабочих, в принципе, по всей стране одни и те же проблемы и пути их решения здесь очень хорошо были объяснены. Мы будем работать в этом направлении. Спасибо большое. Жил Дмитрий Юрьевич, город Ленинград. Я не первый раз здесь уже и РКР уже такой становится частью жизни, вот, и радует, что новые рабочие появляются. Хочется поблагодарить и интеллигенцию, вот, без которой нам, рабочим, не осознать своих интересов. Вот, и я начал понимать только, в общем, недавно, ну, все больше и больше, начал понимать, вот, что действительно важно и что может улучшить жизнь мою и как ее можно улучшить. Вот, и, конечно, не в одиночку, в одиночку ничего не получится. Вот, и, в общем-то, хочется еще сказать, пожелать рабочим успехов в этой борьбе нашей. Вот те положения, которые здесь выработаны, вот, их теперь нужно как-то внедрять, и мы, в общем-то, знаем, как это делать теперь. Хочется сказать, что вот на фоне вот этого, такого упадка, всякого вот, там, где-то уныния, может быть, неуверенности в завтрашнем дне, вот, есть комитет, есть партия рабочего класса, участие, работа в которых придает человеку силы, надежду дает, что все можно, можно изменить. Вот, в этой жизни нашей. Когда с тобой рядом есть товарищи, которые разделяют твои взгляды, готовы бороться. В общем-то, это благоприятный фактор для, ну, психологический и способствует, в общем-то, хорошему настроению. Когда человек борешься, человек, он уже в другом качестве находится, и я же желаю вам успехов вот в этой борьбе, в нашем деле, и победить в реализации проекта шестичасового рабочего дня. Успехов, товарищи! Все, просиделся. Гиль Павел Юрьевич, слесаремонтник Самара. Хотел бы сказать, что я на РКР уже второй раз. Первый раз я был в 16-м году, и понял, что здесь люди занимаются реальным делом, тем, что освобождают рабочий класс от капитализма, от эксплуатации. Вот, хотелось бы сказать, благодарность выразить мою и тем, кто организуется здесь, тем, кто приезжает, тем, кто вдохновляет, тем, кто говорит правильные вещи, тем, кто борется за свободу рабочего класса. Вот, ну, на самом деле, вот изучая диалектический материализм, диалектику Гегеля, понимаешь, что коммунистное становление налицо, коммунистное становление именно здесь. Спасибо большое и успехов всем! Кубик Антон Сергеевич, рабочий, водитель грузовика. Вот, что я понимаю, когда приезжаю? Я понимаю, что советская власть, она никуда не делась. Вот, потому что по форме, вот, заседание комитета рабочих, это советы, потому что здесь есть делегаты, и поэтому... Эта ответственность наша, она сохранилась. Вот ее бы еще добавить побольше. Поэтому, вот мы с товарищами тоже вечером обсуждали, как вот привлечь, еще привлечь рабочих, вот, особенно с крупных производств. Некоторые шутят, что вот, хоть мешок на голову надень, чтобы привезти. Ну, это шутки, конечно. Ну, действительно, нам здесь вот, вас не хватает, потому что и... Ведь это действительно... Это единственная надежда, потому что народ сейчас страдает, и все мы это прекрасно видим, и товарищи рассказывали, что вот... Но всем это известно, что и производство, ведь оно только приходящее у нас сейчас. Приходящее. И как с этим справиться? Единственный, кто может или смотреть на это, что вот это безобразие происходит, или взяться, организовываться и... Навести порядок, в конце концов, потому что... Другого пути у нас нет, и... Ну, что тянуть резину-то, товарищи рабочие? Давайте, приезжайте, приезжайте, и будем бороться. Спасибо за внимание. Горобушкин Сергей, электромонтер, город Электросталь. Ну, я здесь уже на российском комитете рабочий третий раз, и вот уже отмечаю по статистике, что каждый раз все больше и больше людей приезжает на российский комитет рабочих. И вот хочу отметить, сегодня делегатов с решающим голосом 18 человек, но эти все 18 человек, они делегированы своими коллективами, и на самом деле здесь больше количества людей, больше ста человек делегаты с решающим голосом представляют. И, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы эти делегаты с решающим голосом в конце концов приехали как представители всего коллектива своих предприятий, и уже приехали не просто как делегаты с решающим голосом, а как представители забастовочных, как члены забастовочных комитетов. И тогда, думаю, в повестке дня у нас будут более серьезные вопросы. И хочу призвать в первую очередь рабочих крупных промышленных предприятий, приезжайте на РКР, хватит плакать, хватит страдать, приезжайте на РКР. И обучайтесь делу государственного управления, создавайте свою власть, власть рабочего класса. Приезжаю я уже сюда, можно сказать, уже давно. И, естественно, я очень рад, что каждый раз людей становится все больше и больше, приезжают именно рабочих. Потому что я помню время, когда мы приезжали, а консультантов было больше, чем рабочих. И то рабочих-то не каждого, не каждого можно было еще и рабочим-то назвать. Поэтому чувствуется, такое вот видно сразу, что интерес, так сказать, к рабочей борьбе растет. И нравится, что народ-то, в общем-то, ну, по сравнению со мной, молодой. Конечно, я рад, что люди понимают, что для того, чтобы победить в борьбе, нужно прежде всего учиться. Учиться и экономически, что здесь делается, и политически. Тут были призывы, значит, учиться, значит, и политически учиться, это совершенно правильно. Победить можно только так. Что я еще хочу сказать. Ну вот, тут звучали такие, значит, разговоры о том, что вот не нужно нам, дескать, этих рабочих политических партий. Рабочие и сами придя к власти, смогут управлять государством. К сожалению, сами рабочие, придя к власти, управлять государством не смогут. Не смогут. Потому что рабочий, рабочий класс, я имею в виду рабочий класс, рабочий класс, он очень разный. И вы все это прекрасно понимаете. Есть высококвалифицированные рабочие, есть низкоквалифицированные рабочие. Поэтому управлять они должны, прежде всего, организовавшись в советы, в форме советов. А, так сказать, под влиянием чего они будут управлять. Рабочему классу все-таки нужна своя партия. Что такое рабочая партия? Не важно, как она называется. Ему нужна партия. Рабочая партия – это, прежде всего, авангард рабочего класса. Вот этот авангард рабочего класса и будет управлять государством. Вот в чем дело. Потому что, я сейчас проиллюстрирую, буржуазия у нас сейчас у власти. У нас что, вся буржуазия управляет государством? У нас управляют государством кланы. Буржуазные кланы. Вот одного посадят олигарха, другого посадят олигарха. А это ведь всего лишь грызня между кланами там наверху. Теперь, что касается политической учебы. Очень здорово, если кто-нибудь начнет заниматься политической учебой. Просто хочу сразу порекомендовать. Не хватайтесь вы сразу за Маркса. Не хватайтесь за его капитал. Начинайте с более простых вещей. Прежде всего, каждый должен начать, я рекомендую каждому, начать с Энгельса. Прочесть его антидюринг. Энгельс считал, что каждый культурный рабочий должен прочитать эту работу. А потом, потом уже постепенно. Потому что я просто из своего опыта. Когда я начал Маркса читать, я ничего там не понял. А вот когда я начал с более простых вещей, я уже сам подошел к этому Марксу. И уже смог уже с грехом пополам. Но понял, что он имеет в виду. Кстати, еще тут про Гегеля говорили. Что нужно Гегеля читать. Не знаю. Начал я читать Гегеля, ничего не понял. Но зато есть... Прочитал книжку Михаила Васильевича Попова «Социальная диалектика». И вот постепенно, постепенно так вот подошел, что уже стал что-то там понимать. Диалекция. В общем-то через Попова. Да, да, да. И еще, и еще, еще я что хочу сказать. Что учиться, конечно, политически надо. Надо знать и Маркса, и так сказать. Просто у нас в истории были такие случаи, когда люди, очень хорошо знавшие Маркса, в общем-то, были самыми настоящими противниками рабочего класса. Вспомните хотя бы Каутского, который знал Маркса наизусть, но был ярым противником советской власти. Почему? А потому что вот у Маркса нет упоминания о советах. А раз у него о советах нет, значит, у него неправильная, у нас и власть неправильная. Значит, ее нужно изничтожить. И он делал все, чтобы изничтожить эту власть. Собственно говоря, вот все, что я хотел сказать. Я хотел бы отметить высокий уровень организации, конференции, размещения делегатов и все условия для проведения возможности встретиться и общаться, обмениваться опытом. Спасибо. Спасибо. Городевнин Максим Владимирович, Самара. Вот хотел бы поделиться наблюдениями, потому что я за видео, скажем, информацией слежу давно. И знаете, что очень здорово видно? Очень здорово видно, как люди, которые здесь появляются раз от раза, как они растут над собой. Столкнет. То есть, несколько лет назад, когда смотрел там ролик с каким-нибудь товарищем, было видно, что человек стесняется, не может как-то выразить мысль на камеру, что ему тяжело. А сегодня я смотрю и вижу перед собой людей абсолютно уверенных в своих силах, уверенных в своих знаниях. И это показатель, я думаю, очень важный. То есть, если мы сюда не будем приезжать, а останемся там у себя в тех четырех стенках, ни черта у нас не получится. А если мы будем таким образом взаимодействовать, мы, я думаю, горы свернем. Второе, что хотел заметить, каждый раз появляется иногда неожиданная, иногда информация не связанная с повесткой дня, но очень важная, и она как пазл такая, хлоп, вставляется в те методы, которые можно использовать во время борьбы. Как, например, вопрос по поводу использования государственных структур в наших интересах. То есть, это можно же использовать еще и как отличный фактор отвлечения внимания от самого профсоюза. Как только вам там что-то на вас обратили внимание, вы посоветовали какой-нибудь трудовой инспекции приехать, посмотреть на предприятие, а сами занимайтесь своими делами. Дальше. Хотел, может быть, немножко поправить выступление товарища нашего старшего, что, наверное, не партия должна править, а партия, наверное, борец за интересы класса, представитель класса, но не правящая. Зиновьев. Зиновьев это говорил о 13 съезде, что партия, это вот то, что... О чем вы говорите? Да, то есть... Руководится Зиновьева. Это... Я думаю, что все-таки руководить должен рабочий класс. То есть, советы это не партийный орган, советы это орган рабочего класса. Все. Федя Андрей, аккуратко раню, рабочий. Но я на РКР уже не раз, и тоже как предыдущий товарищ Шилл сказал, это уже образ жизни. Потом, я думаю, все-таки у каждого человека, не просто у каждого класса, как чего-то общего. И как у меня в частичке, в части этого общего есть какая-то историческая миссия. Она все-таки заключается не в том, чтобы сколько-то часов поспать, поесть и поработать на хозяина, а что-то изменить в этой жизни. Потому что я просто считаю это долг, наверное, каждого человека вообще. И особенно рабочего, так как никто, кроме рабочего, не может ничего в этой жизни изменить так, как должно это быть. То есть, коренные такие интересы вообще всех людей привести в исполнение, как к низвержениях классов. А начинается это все с чего-то, с каких-то первых шагов, с небольших. Вот такие шаги здесь делаются, это обучается, вот эти постановления выносят, рекомендации. Вот, может быть, сегодня они еще как-то не находят такого широкого своего распространения. Но все движется, все меняется. Мы всегда готовы к чему-то большему. Так что, в принципе, здесь видно, что и людей больше приезжает. И вообще приятно оказаться в среде единомышленников и товарищей, которые не просто здесь что-то говорили, делали, а это приложить надо было большие усилия, чтобы приехать, что-то сказать и так далее. Так что, все очень хорошо, приятно. Наша миссия, как бы, историческая здесь совершается. Ну, значит, и победа будет за нами. Спасибо. Герасим Феорий Павлович, механик-навадчик. На РКР в первый раз, собственно, и увидел здесь множество людей из разных уголков нашей необъятной, представителей разных профессий. И что мне хотелось сказать. Дело в том, что РКР – это площадка для обсуждения насущных проблем. И нужно приезжать, их обсуждать и объединяться с целью борьбы за свои рабочие права. И РКР – это, пожалуй, самая лучшая площадка, которую только можно найти на… Ну, в стране. Ну, в стране, да. В целом, в стране. В целом, у меня все. Я уже не первый раз на РКР. И могу отметить, что, во-первых, еще до того, как я здесь появилась, давно уже не было столько молодых рабочих здесь. Это такой качественный скачок, который произошел. И эти рабочие, они борются за свои права. И полны желания изменить положение у себя на производстве. И не только у себя на производстве. И я считаю, что за вами будущее. Это будущее нашей страны, будущее нашего народа. Потому что только с рабочим классом я могу связать наше дальнейшее будущее. Спасибо. Сенков Константин Александрович. Токорний Городский водканал на Российской Медели Рабочих. Как многие говорят, я тоже не первый раз. Как в свое время консультанты, мы рассматривали каждое заседание и повторяя для себя. Что мы должны бить в одну точку и чего-то добьемся. Вот на мой взгляд, что эта точка уже начинает... Так ее доступно начинает... Стало расширяться. И похоже даже уже светится. Как появляются новые люди. Это говорит о том, что задачи, которые мы со временем... Некоторые горевали, что у нас не получается. Не входит. Свет с этой точки распространяется. Люди ее стали замечать, появляются, опять повторяюсь. Идут на этот свет. И всем спасибо. Мы время затратили не зря. Я думаю, смена и нам. Мы время наше тоже... Я в свое время. Думаю, что замена для нас растет очень хорошая. Спасибо. Калид Валентин. Председатель Первичной профсоюзной организации защиты ВАО СГК. Сопредседатель Российского комитета рабочих. Очень понравился мне нынешний семинар. Давно не было такого отклика. Видно, что та организация, которая занимается, организацией рабочего движения, готова тратить на это все свои силы и возможности. Вы сами все сказали, что очень интересно участвовать, когда вот такой отклик, что поднимаются вопросы. Человек сказал, что поднимаются вопросы, и он понял, что проблемы действительно у всех одни и те же. Хотелось бы призвать тех, кто еще не участвовал, чтобы они участвовали в нашем семинаре, набирались опыта, делились своим опытом уже, который есть. По созданию коллективных договоров, раз уже у нас набирается небольшой опыт по его созданию, я предлагаю тем людям, которые это делают, контактировать теснее между собой, чтобы те позиции из каждого колдогера переплетались друг к другу. Так бы создавалась бы, может быть, какая-то коалиция, единым фронтом выступали вот именно в борьбе по внедрению наших требований в коллективные договора, чтобы наши коллективные договора имели место быть на предприятиях, чтобы не театрослевые соглашения, которые порой сегодня и не выполняются работодателем, а именно те чаяния работников присутствовали, чтобы работник чувствовал себя значимым на производстве, чтобы он понимал, что может влиять таким или иным образом на ситуацию. Все это очень хорошо, очень отрадно. Это, как уже было сказано, наверное, единственная площадка, это единственное место, где себя вольно чувствует на сегодняшний день рабочий. Призываю участвовать, приезжайте, мы всем рады, боритесь за свои интересы. Спасибо за внимание. Можно, можно. Рабочие разрешили. Я от лица прогрессивной интеллигенции приехал сюда, чтобы мне ответили на мои вопросы, которые сейчас на повестке дня. Итак, РКР с недавнего времени, ну не то, что с недавнего времени, а очень активно стало продвигать коллективные договоры, то есть как основную форму, вокруг которой можно объединиться. И тут же мы встретились на этом поле с другими профсоюзными деятелями, которые, ну условно назовем, проповедуют органайзинг. И вот я приехал сюда, в Нижний Новгород, обсудить этот вопрос, и до конца я особо не понял. То есть я хотел здесь услышать товарища Золотова, книжку которого, естественно, у меня как настольная в плане профсоюзов, все-таки побольше услышать об органайзинге и о нашем взаимодействии с ними. То есть от себя я не вижу никаких противоречий между тем, чем мы занимаемся, и то, что проповедуют люди, которые учатся по штатовским методикам. Ну, хотелось бы более пространно, не только об одном предложении, как вчера Александр Владимирович сказал, но что-то еще услышать. А в целом я здесь только второй раз, но даже с тем разом, когда я был в прошлом году, я просто, я вчера сидел, просто наслаждался тем, что здесь происходит. Так мозги прочистили, вроде и так чистые, но еще больше прочистили. Очень приятно было всех послушать, просто рывок, спасибо большое. Золотов Александр Владимирович, консультант Российского комитета рабочих. Ну вот уже наступило время, когда так называемый свободный микрофон раньше был популярный, да, и не только делегаты с решающим голосом могут выступить на уме. Хотя, естественно, было очень интересно послушать, и мое выступление только связано с тем, что хотелось некоторые вещи подчеркнуть. Ну вот, что касается органайзинга. Вот можно очень долго, а можно очень коротко выразить суть этого дела. Значит, органайзинг предполагает, что мозг и центр принятия решений из коллектива переносится на улицу в посторонние руки. Может, даже это люди и добрые, а может, и не очень добрые, ведь никто не знает, потому что они вне контроля коллектива. Я думаю, что не надо судьбу коллектива отдавать чужие руки. Вот отношение к органайзингу. То есть, как консультант, он замечательно придите на заседание правкома, посоветуйте нам. Вот, скажем, мы же консультанты здесь участвуем, в Российском комитете рабочих. Никто нам не отказывает праве выступить, внимательно слушает, да. Это не означает, что тоже все принимают и соглашаются. Но, тем не менее, мы имеем возможность повлиять на решение. Вот и органайзеры, если бы они правильно понимали свою роль, это перешли на заседание правкома и поучаствовали в этой работе. Вот там совершенно по-другому все ставится. Еще раз говорю, что не надо отдавать судьбу борьбе коллектива в посторонние чужие руки. А это люди остаются чужими, они это подчеркнут. Это первое. Второе, значит, вот, Владимир Алексеевич, ну, конечно, вот, что, так сказать, роль партии, как авангарда, очень велика. Ну, вот, согласитесь, мы же знаем, Владимир Алексеевич Олегович, очень уважаем, что нельзя построить коммунизм руками только коммунистов. Ну, это гребящество он называл. Но он же такое же сделает. Так же, как вы построите управление государством пролетарским, да, как вы организуете класс только руками коммунистов. Без них это невозможно. Ну, посмотрите, как выглядит система диктатуры Бальдериата. Да, партия, конечно, советы, профсоюзы. И партия – это авангард, но это не значит, что она командует. А это означает, что члены партии, которые в ЦК находятся, потом приезжают в свой коллектив и своим премьером, показывают, что надо делать, выполняют партийную директиву. Ну, и вот эта сила передового премьера, так сказать, позволяет им вести с собой своих товарищей. Чтобы мы понимали, что вот правящая партия – это не командующая партия или партия, которая, так сказать, находится в руководстве. Поэтому как можно вот партию противопоставить классу? Когда противопоставление это идет, это уже все, закат коммунизма. Дальше идет перерождение. Партия, которая себя противопоставила классу, оторвалась от него и начинает им командовать – это партия, которая находится на пути буржуазного перерождения. Мы это проходили. Поэтому Зиновьевский лозунг – правильно тут, Анатолий Николаевич Лапшин, человек очень эрудирный, грамотный. Вот диктатура партии вместо диктатуры класса – это был лозунг Зиновьева. И слава богу, что он директически разбит и вообще кончил нехорошо. Потому что встал на такую скользкую дорожку. Ну и, конечно, такую дорожку не стукнет. Теперь по поводу того, с чего же, с кого начинать – с Маркса или с Энгельса. Владимир Алексеевич, можно я внесу компромиссное предложение? Давайте начнем одновременно с Маркса и Энгельса, как с чего начинали все коммунисты – с коммунистического манифеста. Это их совместный труд. Это действительно очень короткая работа, но в которой основные идеи выражены. И у человека, который вот этим заинтересовался и это осознал, появляются осознанные потребности углубиться в это дело. Так же, как появилась она у Маркса. Когда сначала Энгельс сформировал принципы коммунизма, потом с Марксом они представили манифеста коммунистической партии. А дальше Маркс какую задачу поставил – обосновать вот этот взгляд. И поэтому дальше дорога такая, что, конечно, надо изучать капитал. И, так сказать, я бы так сказал, что вот нельзя вполне понять капитал, не изучив, особенно его первой главы, не изучив все логики Гигеля. И так вот я бы сказал, что нельзя вполне понять антидюринга, не изучив первый том капитала. Поэтому антидюринга – замечательная вещь. Но отношение к товарному производству, почему такое у Энгельс вполне определенное? Потому что это вытекает прямо из капитала. А в капитале прямо тоже говорится, что товарное производство ведет к господству буржуазии и ведет к диктатуре буржуазии. Вот и все. Поэтому в Энгельс так критически относится к представлению антидюринга о том, что будущее общество – это сеть коммун, которые связаны с товарным обменом. Это же вытекает из капитала. Поэтому, конечно, это непростая задача. Но вот, насколько я понял, здесь товарищи капитал читают. И как-то вот они… Никто еще не жаловался, что нельзя понять и так далее. Больше того, и логика Гегеля. Тоже вот вы сказали, что я ничего не понял. Подумаешь, тут никто ничего не понял. По первому разу. Владимир Алексеевич, это настолько естественно, поэтому вы вас тут в этом смысле поддержали. Но вы поставили точку, а товарищи стали читать второй раз. Пошли в кружок любителей геймельской диалекции и пообсуждали. И я вас уверяю, что они уже на пути понимания. И это не чисто мазетное предложение. Вот послушал, как выступает товарищ Кугейко. Он прямо показывает знания, науки, логики. Да, вот я думаю так, Антон Сергеевич. И не только он. Поэтому, да, дело сложное. И не только для рабочих сложное, а для всех. И для интеллигентов очень сложное. Поэтому очень многие интеллигенты, если пены и так далее, или вообще не открывают. Или когда открывают, потом закрывают. И находятся тысячи всяких оправданий, почему не надо читать логику. Из чего надо начинать. И они очень изощрены в этих аргументах. Но, по сути, конечно, это признание того, что они не справились с этим. Поэтому это не только для рабочих. И проблем для рабочих. Но для рабочих, поскольку они очень заинтересованы в правильном понимании жизни, настойчиво идут по этой дороге и достигают замечательных результатов. Поэтому я думаю, что разрешим эту задачу. Владимир Владимирович, если вы второй раз посчитаете, будет уже больше ясности. Поэтому не останавливайтесь. Ну и еще о чем хотел сказать. Вот все-таки политическим воспитанием. Ну вот если мы знаем, что забастовочная борьба – это предпосылка установления советской власти, то вот здесь, в общем, оно и идет политическое воспитание в той форме, в какой это требует текущий момент. Вот сегодня еще раз говорю. Заниматься, проглашать какие-то политические лозунги в отвлечении от организации забастовочной борьбы – это значит плестись в хвосте буржуазии. Это значит увековечивать буржуазный строй. И поэтому хорошо вспомним Маркса и Каусского. Да, Маркс Советов не знал точно. Не знал еще. Не открыли, потому что еще русские рабочие во времена Маркса эту организационную форму диктатуры Петриата. Но Маркс точно знал, что старая государственная машина должна быть разбита. И вот Ленин на это опирался. А уж чем заменить эту старую государственную машину? Вот Советов. Поэтому если люди не идут путем забастовочной борьбы, значит они не собираются разбивать старую государственную машину. Поэтому они все время, так сказать, норовят то в один парламент, то в другую думу, то в третью. И все это вроде под красным флагом. Ничего тут красного нет на самом деле. Потому что в нынешней системе приходится идти не от рабочей партии. Неплохо вы, конечно, получите трибуну парламентскую. А приходится идти, значит, видя не то, так сказать, засланцев, не то яблоко, не то там кого-то. Это вообще просто продажа всех принципов. Как после этого можно считать себя коммунистом? Поэтому, скажем, мы особенно никого здесь и не рекомендуем, так сказать, идти по этой дорожке. Потому что приходится, значит, отказываться от того, к чему вроде бы человек присягал. Поэтому, Владимир Васильевич, занимаемся политическим воспитанием. Ну вот еще в той форме, в какой диктуется сегодняшний момент. Спасибо. Екатерин Генис Борисович, научный консультант Российского комитета рабочих. Я вот хотел бы коротко, в дополнение к словам Александра Владимировича, сказать о том, что партия рабочего класса есть. Можно говорить о том, что она в становлении, можно говорить о том, что... Я считаю, что есть наличное бытие партии рабочего класса. Дело совершенно верно, не в названии, хотя название тоже определяет во многом. Это рабочая партия России. Что тут скрывать? Другой партии, которая бы полностью стояла бескомпромиссно на позициях рабочего класса и последовательно оставила интересы, в России нет. Нет. Все остальные, так или иначе, так сказать, либо увлекаются излишним теоретизированием, либо допускают отступление, как от марксизма, так и от позиции рабочего класса. И наша задача, чтобы класс пошел за рабочей партией России. То, что касается государственного правления. Партия не правит, правит класс. Это азбука марксизма. И тот, кто говорит о том, что будет править партия, отступает от марксизма. И, наконец, политическая учеба. Политическая учеба идет полным ходом в нашей стране. Работает Красный университет. Очно, заочно можно учиться. Все это доступно через интернет, благодаря Ленру, благодаря Рабочему ТВ. Пожалуйста, записывайтесь. Преподаватели, едва успевая справляться с тем количеством заданий, ответов, вернее, на задания, которые присылают ученики. Уже на следующий год ставится вопрос о том, что будет ограничен прием в Красный университет, потому что невозможно от семинара к семинару полностью ответить на все задания. Либо привлекать дополнительные силы. Я думаю, что, наверное, мы пойдем по второму пути, потому что подрастает следующее поколение выпускников Красного университета. И, возможно, в качестве помощников, преподавателей будем слушателей второго года привлекать. Для того, чтобы с этим валом ответов справиться. И, как преподаватель, могу сказать, что качество ответов растет. Если раньше это зачастую просто выдергивали из интернета, из каких-то буржуазных источников, и, так сказать, некритично все это пытались вставить в ответ, теперь люди как-то более осознанно стали к этому относиться. И растет понимание того, где буржуазная точка зрения, где буржуазная идеология, где идеология пролетарская. Ну и, наконец, есть университет рабочих корреспондентов, который тоже, кстати, это такая мощная дискуссионная площадка. Здесь, если вы видели заседание, вы можете увидеть, как сталкивается последовательно марсистская позиция и позиция оппортунистическая. Позиция, по сути дела, пробуржуазная. Все это прекрасно видно, поэтому, товарищи, наше дело правое, победа будет за нами. Спасибо. Я, конечно, тоже консультант, но не российский, а где-то рабочий. Хотел бы несколько высказаться. Вот предыдущий оратор пропустил в известной фразе Вячеслава Михайловича Молотова слово «враг будет разбит». И это делается, между прочим, уже давно. И не только им. Это и КПРФ делает, значит, это и другие делают. Врага-то надо разбить. А не просто, значит, говорить о том, что наше дело правое, и победа будет за нами. Кого мы собираемся, к примеру, разбивать? Я тоже, значит, собираюсь разбивать. А кого? Вот мы, я говорил о том, что надо бы нам начать готовиться к 150-летию со дня рождения Владимировича Ленина. И вот я, значит, вспомнил, значит, еще был такой марксист Антони Громши. И есть он, тоже был журналистом в том числе, значит, есть у него, значит, одна статья о профессиональных революционерах. Это к тому, как враг должен быть разбит. Чтобы разбить врага, надо иметь, значит, вот быть профессиональным революционером. И он там опишет воспоминания Ленина. У нас воспоминания Ленина – это кого вроде как-то? Это Максим Горький там, значит, Акрубская, еще кто-то. И вот он что там говорит? Что говорил ему Ленина насчет профессиональных революционеров? Он говорил о том, что профессиональный революционер должен знать механизм функционирования государственной машины. И если, значит, мы хотим врага разбить, и вы здесь, наверное, со мной тоже как-то будете солидарны, значит, мы должны знать механизм функционирования государственной машины в сегодняшней Российской Федерации. А это не так просто. Потому что это тоже наука, как функционирует государственная машина. И что какие, значит, в этой государственной машине есть слабые звенья, где там те или иные механизмы покрыты ржавчиной, что разъедают эти механизмы. И поэтому, значит, мы должны не только читать науку логики Гегеля, ну, у меня стоит она перед глазами три тома науки, наука логики, да? Может, я... А? Правильно называю, да? Гегеля. Есть у меня, значит, и что Ленин писал в конспектах на науку логики Гегеля, но это некий тоже фундамент для действия. Потому что мы не должны забывать еще то выражение, которое появилось еще в 19 веке. Марксизм не догма, а руководство к действию. И когда вот мы руководство к действию сам лично там, или там с товарищами по партии, или с товарищами по общественному движению. Вот я еще, кстати, еще возглавляю в городе Иванове Советский Центр, где у нас, значит, нет, кстати, сейчас представителей рабочей партии, но есть представители партии коммунистов России, есть, значит, и ВКПБ даже, значит, ну, еще там есть разные политические, так сказать, представители политических, так сказать, левых, левых, значит, самое, тоже представители. И мы должны, значит, думать еще и консолидация, не о постоянных сражениях на теоретическом фоне, значит, вот там сказал кто-то так-то, а это вот сказал так-то, мы еще должны и думать о высшей, что ли, цели. А высшая цель у нас какая? Победа, идеология, рабочего класса, но, если вспомните линии, но в союзе с крестьянством. Мы должны еще думать и о крестьянстве, поскольку, значит, это само создают материальные ценности, все-таки у нас и не только в России два класса, это рабочий класс и крестьянство. Я, возможно, ну, в силу сегодня не очень, так сказать, хорошего здоровья, не удастся мне все время появляться здесь на трибуне. Я бы хотел всем пожелать новых творческих успехов в борьбе за наше правое дело и в тех, пусть даже на сегодняшний день, небольших сражениях, которые нам нужно вести постоянно. Если мы, значит, не будем эти сражения вести и будем только заклинаниями ну, я имею в виду не обязательно там на одном фронте можно, значит, сражения проводить и на нескольких фронтах одновременно, но я имею в виду, если мы только будем руководствоваться заклинаниями, что победа будет за нами, это у нас дело так не получится и долго, и долго еще. Спасибо за внимание. Обединов, Бахтияр Гуланович, РПР, город Казань. И, конечно, здесь второй раз, но, несмотря на это, чувствую себя, как будто все время здесь работал и участвовал в такое ощущение. Ну, что я хотел сказать? Я, прежде всего, хотел сказать, что вот каждый год проходит заседание РКР ежегодно два раза. Здесь обсуждаются вопросы очень важные, насущные для рабочего рабочего класса. И очень здесь не только обсуждают нынешнюю ситуацию. Здесь учат, как бороться за свои насущные интересы. Поэтому хотелось бы призвать всех рабочих, кто не участвует здесь, кто вот за кадром, кто вот за территорией, наши за пределы нашего круга находятся. Таких очень много. Очень много хотели приехать, но не могут по тем или иным причинам. Но, тем не менее, я тоже рад, что добавляется каждый раз все новое-новое количество товарищей со всех регионов. приятно было видеть сейчас и других. Вот мне тоже постоянно такое чувство болеет за рабочий класс, за трудящихся, за простых людей. Потому что, наверное, я сам тоже такой, хотя я не смотрел, что я инженер, инженер, строитель, ну, ладно. Но, тем не менее, за простых рабочих я всегда болел, болею. Думаю, это свойство, наверное, не только мое, это, наверное, свойство всех коммунистов, наверное. Хотя коммунисты сейчас не все болеют за это. Кто-то левизной болеет, кто-то другими этим болеет, уходит в другую сторону, увлекается совсем другими вещами. Кто-то даже за буржуазию болеет, хотят, не теряют надежду изменить, как-то вести по-другому, сделать лучшую жизнь. Топает ногами, протест на движениях, участвует активно. Ну, мы-то болеем за рабочий класс, и рабочие, в основном, рабочие движения в России, она есть. Был, будет. Поэтому мы должны поддерживать этот рабочий класс, рабочие движения России. Здесь многонациональные рабочие движения, хотя рабочие в основном я тоже не принадлежу, конечно, титульной нации, но даже коренным. Но, тем не менее, болеем за русский рабочий класс, потому что он заслуженно сейчас в истории завоевал авторитет. Не просто так количеством или своей территорией он завоевал, а просто своим трудом завоевал социальную революцию, достиг вот этой революции. поэтому хотелось чтобы в этом движении участвовали не только РПР или РКР сейчас не знаю сегодня есть нет, они участвовали, мы тоже с ними за них болеем, хотя ВКПБ появился у нас, дай бог, чтобы их тоже количество увеличивало в среде ряда. Мы же не в РПР приглашаем, приглашаем в рабочий комитет России. Это общее рабочее движение. Поэтому всем коммунистам стоило бы присоединиться, как бы поддержать вот это движение и активнее, все активнее как-то вносить свою лепту. потом хотел много чего-то сказать, но сейчас уж запутался в своих мыслях. тем не менее хочу сказать большое спасибо преподавателям нашим фонда рабочей академии, которые вот скурпулезно нас просвещает, досконально разъясняет все это, объясняет каждые нюансы всех политических вопросов. Поэтому спасибо всем преподавателям Красного университета. это конечно очень полезное дело для всего общества нашего. Поэтому хочу, чтобы каждый рабочий, каждый трудящийся активнее включался в это рабочее движение наше российское. Вот наверное все на этом. Спасибо. Артем Иванев, город Электросталь. Я абсолютно согласен с Григорием Вячеславовичем по поводу эмоционального состояния. Потому что участвую здесь второй раз, как и он. Получаю огромное удовольствие от того, что мы здесь вместе делаем, обсуждаем, принимаем решения. И хочу сказать, что это отлично, что мероприятие проходит два раза в год. Потому что за вот эти полгода пребывая на рабочих местах, общаясь в коллективе, который по большей части конечно же с негативными мыслями находятся, с такими нерешительными действиями. Постоянно пытаются доказать, что ты не прав, что ваш коммунизм это какая-то утопия, о том, что профсоюзов рабочих быть не может и так далее. И конечно честно скажу, что когда нас членов партии рабочей в городе мало, так как пока еще нас в Электростале мало, конечно такой вот отпечаток ну какой-то может быть усталости от этого негатива есть. И когда приезжаешь сюда на РКР, когда сам участвуешь, слушаешь, общаешься, после официальной части продолжаешь общение, получаешь ответы на свои вопросы и помогаешь кому-то также со своими наработками. Это действительно огромный кайф. И хотелось бы сказать, что рабочие, я вот думал сегодня утром, почему они пока еще такие нерешительные, потому что они не приезжают на РКР, поэтому уважаемые рабочие, мы есть, нас здесь много, есть научные консультанты, есть те, кто в начале пути, есть те, кто уже огромный багаж знаний и опыта за собой имеет. И мне хотелось бы речь свою закончить словами из гимна горно-металлургического профсоюза России из припева, потому что очень важные слова, мне хотелось бы, чтобы и профсоюзы соответствовали этому гимну, и чтобы мы также все были вместе. А слова такие, жизнь не зря нас вплотила, но известно одно, если вместе, мы сила, если все заодно. Спасибо. Сарайкин Сергей Сергеевич, Московская организация Рабочей партии России. Что я хотел сказать, вот я вспоминаю, в советское время было такое шутливое название, про рабочих обзывали, говорили, гегемон. Что оно означает? Ну, это как прихождение уже в советском, прихождение советского периода, это означало, что человек трудящийся, он всему голова, всем управляет, а все остальные вроде как должны следовать за ним. Понятно, что это уже носило такое шутливое название. Почему я все это вспомнил, и что хочу сказать. Товарищи рабочие, вот объективно ваше положение в классовом обществе, в самом низу, и, борясь за свои, сначала экономические, потом политические интересы, вы как раз вынуждены все остальное общество вести без классовости. И деваться вам от этого, в общем-то, некуда. Поэтому у вас право решающего голоса здесь и вообще должно быть жизнью и вы всегда будете принимать правильные решения. А вот мы, интеллигенты, ИТРы, которые передо мной выступали, мы, собственно, вам в этом можем только помочь. Помочь советам, помочь делам. Но когда доходит дело до конкретных действий, до каких-то серьезных событий, вы должны принимать решение, вы должны нас выталкивать, потому что мы, ввиду нашего положения, можем принять неправильное решение. Это в отношении того, как в отношении небольшой полемики, которая состоялась о том, кто такие левые и не левые, о том, можно пользоваться органайзингом или нет. Я хочу сказать, что у каждой вещи, у каждой службы, у каждой преобразованной материи, с которой мы имеем дело, есть полезность. Объективно, она не случайно появилась. Это там навешивать ярлык на тот же органайзинг и говорить, что он абсолютно бесполезен, его использовать нельзя. Это все равно как навешивать ярлык на то, что ручка, она бесполезна, ей нельзя писать, надо взять что-то другое. Нужно и можно всем пользоваться, но нужно понимать, когда ты чем-то пользуешься, кто сверху и кто определяет назначение этой вещи или назначение этого процесса. Вот рабочие должны определять, поэтому они должны расти, должны все это изучать. и нужно это все использовать, безусловно. Можно дружить хоть с самим чертом, если он помогает в достижении цели. Ну, я так образно выражаюсь, понятно. Я хочу напомнить, что когда шла революционная борьба в начале 20 века, те же большевики, они периодически входили в союзы и принимали парадоксальные решения, и Ленин тот же убеждал, что нужно, например, в определенные периоды выступать в буржуазном парламенте. И то, как функционирует государственная машина, сейчас, как Равшин сказал, надо изучать, надо понимать все винтики, все ее уязвимости и использовать обязательно. Мы же используем трудовой кодекс в том виде, в котором он сейчас есть в нашей борьбе. То, что я хотел сказать. Нужно пользоваться всеми способами, всеми инструментами, но при этом осознавать, что определяющим в том, как их использовать, должен быть рабочий класс, именно рабочие, конкретно фабрично-заводские. Спасибо, товарищи. Все высказались, уважаемый товарищ. Ну, тогда наш семинар к логическому завершению подходит, и по нашей старой традиции я приглашаю для исполнения нашего гимна всех собраться здесь сормовской лирической. Может, одновременно сделаем общую фотографию? Можно. Время есть, можно. ПЕСНЯ 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 А нынче не вышла в назначенный срок. Вечерая говорила, навек полюбила, А нынче не вышла в назначенный срок. Семена незабыта, над книгой раскрытой Склонилась подруга в огне золотой. От утренней смены до первой сирены Шуршат осторожно шаги под окном. От утренней смены до первой сирены Шуршат осторожно шаги под окном. О летние бочки, у сиропу дочки, Волнуется парень и хочет уйти. Но девушек краше, чем ссор мами наши, Ему никогда и нигде не найти. Но девушек краше, чем ссор мами наши, Ему никогда и нигде не найти. По утрам у входа родного завода Влюбленному девушку встретится вновь. И старшек немало, я книжек читала, Но нет еще книжки про нашу любовь. И старшек немало, я книжек читала, Но нет еще книжки про нашу любовь. На море широкой, на стрелке далекой, Будь там никого-то зовет, как он. А город Борьки и ясные зорьки В рабочем поселке подруга живет. А город Борьки и ясные зорьки В рабочем поселке подруга живет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова КОНЕЦ КОНЕЦ